Сейчас пойдут кадры из монастыря Святостроицы, но я расскажу не о самом монастыре, а попытаюсь в целом о скалах Метеоры. В древние годы жители местности укрывались в непроходимых скалах, чтобы защитить себя от нападений разбойников и пиратов того времени. Позднее многие скальные пещеры были превращены аскетами того времени в хижины отшельников. От самого основателя Афанасия Метеорита мы узнаем, что сам он вместе с двумя другими монахами с помощью человека, обученного скалолазанию, которому платили за его услуги, поднялся на скалу Платиль-Лейфос, где сегодня построен монастырь. И стройматериалы, и людей поднимали при помощи вот этого сооружения. В его отверстия вставлялись палки, таким образом накручивали веревку с крюком. В традициях именно этого монастыря Святой Троицы было поднятие сначала молодых монахов, и только в конце уже рангом повыше священнослужителя. Посещение и культурный тур вообще по всем монастырям Метеорита предлагает исторические и богословные знания об их основании, архитектуре, вкладе, художественных сокровищах, святых реликвиях, часовнях и храмах. В переводе с греческого «Бог есть любовь, и любящий людей есть избранец, друг Божий». В этой табличке написано «Наш ближний является образом Бога и должен быть любим». Жизнь монахов братская, как и в первых христианских общинах. В этих местах нашли себе убежище и простой народ, и военные во время войны. По этим причинам в монастырях действовали больницы и школы. С годами в монастырях также были собраны и ценные подарки дани от лордов, королей, а также от простых людей. Это была благодарность простых людей за помощь им от монастырей в трудную минуту. Далее я предлагаю вам прогуляться по этому монастырю в гордом одиночестве, тишине и покое. И насладиться святостью этого места. Всем спасибо за просмотр. Спасибо. 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 В основном поэтому много иконок и книжек и о Святом Стефанусе и о Святом Хараламбусе, о их жизни, их слова, речи, их история. Есть также кара этого Святого Хараламбуса. Она здесь хранится и считается, что излечивает болезни. Также имеется музей внутри. Я там побывала. Там 17-18 века церковные одеяния. В монастыре Святого Стефануса я купила книгу, называется «Коллекция изделий нового хранилища». Вот смотрите, эти неповторимые произведения искусства, являющиеся своего рода историческим доказательством многолетней жизни монастыря, которые мы называем реликвиями, изделия древности, не должны оставаться в тени безвестными. Кстати, их нельзя было снимать. Ну, как и прочим, всё, что в этом монастыре находилось. Там сразу при входе тебе запрещают снимать. Кто-то только украдкает что-то. Это бывшая столовая, новое хранилище реликвий. Бывшая столовая, комната. В 1991 году совместными усилиями монастыря для спасения богатейшего архива было принято решение о реконструкции и воссоздании нового хранилища. Сделали целый схема. Это всё, что можно там посмотреть. И описывается, в какой ячейке что находится, какого века, каких размеров. Так.